Кетчупы, соусы и майонезы Вино дарит соусам изумительный вкус и аромат Но если вы не приемлете алкоголь, это не беда Растворяем два кусочка сахара в уксусе и вуаля Замена белому вину готова Приветствую вас на самой волшебной телекухне страны Меня зовут Толгат Акбергенов Настало время готовить По традиции мы готовим с нашим генеральным партнером Евразийн Фудс Корпорейшн Соусы, масла от брендов Три Желания Шедевр и Золотые горы украсят любое блюдо Евразия Фудс Корпорейшн Традиции качества с 1962 года Сегодня ассистировать мне будет Наша преданная зрительница Прошу любить и жаловать Анара Едилова Добрый день, Анара Здравствуйте Мне очень приятно вас приветствовать на нашей волшебной кухне И сегодня мы будем с вами готовить И ваше блюдо, и блюдо от нас Это у нас будет овощное пюре с куриным филе И ваш салат легкий, да, насколько я знаю? Отлично Здесь у нас куриное филе Овощи, это именно для пюре Здесь у нас брокколи Кабачок, морковь Сливки, сыр И я думаю, будем приступать Анарочка, тебе я доверяю порезать овощи То есть овощи можно порезать Морковь помельче Мы все это будем варить, отваривать Как для пюре Вода у нас уже кипит Подсолили мы ее И для того, чтобы приготовить пюре Мы должны эти овощи отварить Вот тебе морковь Нарезай ее Как можно мельче в произвольном порядке Это будет все в любом случае По остальной работе сделать для нас блендер Отлично Да, еще помельче можно будет Чтобы быстрее она все сварилась А потом на два Да, 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 отлично Я тебе дам посуду Вот сюда можешь все это складывать Здесь у нас кабачок Кабачок дает нам именно вот это состояние Вот пюре оно даст Здесь у нас нет картофеля сегодня А он даст вот эту пюреобразную консистенцию нам Добавить Нарезаю кабачок Анара, откуда у тебя вот эта страсть и любовь к кулинарии? Вообще я по профессии врач-невролог Но все же очень много дома читаю Различные рецепты Вовлекаюсь кулинарией и люблю готовить Отлично то, что ты Твоя замечательная профессия Я думаю, ты за полезную и сбалансированную еду Да, да В большей степени Чтобы была еда обязательно Содержала витамины Микромакроэлементы Да Отлично А какое твое самое любимое блюдо, которое ты вот Любишь сама кушать? Не любишь готовить, а любишь кушать И хотела бы научиться, может быть, готовить это блюдо Я люблю морепродукты И у меня всегда плохо получается именно блюдо из рыбы А что конкретно у тебя не получается? Я постараюсь тебе дать какую-нибудь, может быть, рекомендацию Получается сухая Ты ее запекаешь в духовке или жаришь? Ну, запекаю в духовке, да И вот она у меня получается именно в духовке сухая Я тебе подскажу маленький секрет И ты можешь завернуть в фольгу или в программную бумагу И добавить небольшое количество, допустим, какой-нибудь жидкости или бульон рыбный Или что-то такое И она у тебя не пересохнет И сколько времени ты ее готовишь? Например, семку, да? Ну, 30 минут Это очень много для этой рыбы Это очень много Если у вас раскалена духовка до 180 градусов Вам достаточно подготовленные куски семги То есть ломтики семги В зависимости, конечно, от размера Ну, если это стандартные кусочки, где-то весом там 200-180 грамм Тебе понадобится всего лишь, ну, максимум 8-10 минут для этой рыбы Она готовится, на самом деле, очень быстро Самое главное, чтобы духовка была у нас предварительно раскалена и подготовлена Хорошо Здесь мы уже, она замечательно нам порезала морковь Морковь я отправляю первой вариться Дальше у нас пойдет кабачок и брокколи И я, наверное, займусь пока разделкой курицы Блюдо у нас такое, несложное, в принципе Оно готовится, на самом деле, 15-20 минут И нашу всю дальнейшую работу По превращению вот этих овощей Отварных овощей в пюре Нам понадобится блендер Он сделает всю работу за нас Но, опять же, еще такой маленький совет Если вы хотите делать пюре из картофеля Вам блендер в этом случае не поможет То есть он сделает просто превратить этот картофель в клейстер Он до того все это взобьет Поэтому картофель нужно именно взбивать руками Я приступаю к разделке курицы Мне что? Помочь? Тебе я сейчас дам Здесь у нас есть сыр Сыр нужно будет натереть на терке Пожалуйста И натираешь вот сюда, в эту посуду Аккуратно береги Весь сыр? Да, весь сыр Он у нас пойдет, ну, какую-то, ну, большую часть, конечно Больше половины И здесь у нас замечательное куриное филе Я его сейчас нарежу Нам будет достаточно половинки Тушки Я его сейчас нарежу такими вот пластиками Уберу лишнюю часть Здесь у нас хрящи попадаются иногда Уберу эти хрящи И нарежу Такими вот Брусочками, да? Анара, ты вот дома своих домочадцев всем кормишь? Ой, я всегда стараюсь разнообразить свою кухню Потому что у меня дома самый главный критик Это мой старший сын Который очень... Сколько ему лет? Ему шестой год Он у нас очень привередлив в еде Он не ест то вареную морковку То вареный лук Или свежий перец В общем, если это все красиво подано Если все это изысканно То он, конечно, ест Он покушен, да? Поэтому, да, я стараюсь готовить и первое И второе Второе больше для супруга А для детей, конечно, первое обязательно Первые супы, да? Да, супы У меня младший Два годика Вот, поэтому стараюсь Я тебе посоветую, чтобы твои дети А чтобы они кушали в дальнейшем все И употребляли Чаще привлекая их помогать тебе на кухне То есть, когда дети занимаются этим творчеством На кухне вместе с тобой Им интереснее потом это все кушать Хорошо И здесь это тот вариант Вот наше пюре Именно, я думаю, многим хозяйкам, мамам Которые сталкиваются вот с такой Не побоюсь за слово проблемой Как приучить ребенка кушать больше овощей Именно вот это цветное зеленое пюре Поможет вам приучить детей То есть, конечно, кто-то вот не будет в вареном виде Там дети не застают кушать брокколи и морковь Вареная в отдельном виде, да? А вот именно когда все это сбито в пюре В виде каши Это замечательно-замечательно их приучает К тому, чтобы они кушали овощи Морковь у нас уже кипит Отправляем наш кабачок Кабачки И буквально за 4 минуты до готовности Мы отправим в воду брокколи Брокколи готовится очень быстро Буквально 4-5 минут они варятся Мы не хотим, чтобы она... Если будем варить дольше, она начнет темнеть И менять свой цвет А нам этого не нужно Нам нужен именно вкус и цвет яркий, насыщенный Ну и терять витамины тоже, наверное, начнет Если долго будем варить В поисках лучших ингредиентов Они могут объехать весь мир Выбирая только самые свежие Вкусные и полезные продукты Ведь готовят они для своих родных А родных у них миллионы Майонезы, соусы и кетчупы – три желания Готовим для родных Я сейчас приступаю к готовке нашей курицы Раскаляем в сковороду И, конечно же, друзья, я всегда рекомендую И всегда сам пользуюсь Нашим замечательным продуктом От нашего партнера Это масло-шедевр Я думаю, на твоей кухне На том, что ты им пользуешься Отправляю сюда Небольшое количество масла На нашей сковороду И приступаем жарить Она, расскажи, пожалуйста Помимо твоей страсти к кулинарии И чем ты еще увлекаешься? Чем любишь заниматься в свободное время? Я в свободное время люблю читать В основном свою медицинскую литературу Потому что я сейчас в декрете И чтобы мои знания не устарели Я читаю Отлично Моя мама тоже врач Я тоже вырос под таким контролем Врачебным Но почему-то, как говорят, нет пророка Я маму как врача не восприниму Мама это мама все-таки для меня Как твои дети относятся к твоей специальности К твоей профессии? Они тебя понимают, что ты доктор? Да, у меня сын уже старший Он все понимает Он даже вот Если вот Он вообще не любитель овощей Но уже Тоже понимает, что твои слова Это мнение профессионала, да? Да Да, он прислушивается Он уже всегда задает вопросы А здесь что содержится? А здесь какие витамины? А мама это полезно? И вот таким образом он у меня уже в витаминах разбирается И к слову о витаминах Здесь у нас белок Чтобы наша курица сохранила свою сочность Мы отправляем ее жариться И потом дальше будем притушивать При помощи сливок Отправляем именно в раскаленную сковороду В раскаленное масло Отправляя продукт Не подготовленный, но на холодную сковороду Он начинает выделять свой сок То есть уходит белок Вся сочность теряется Здесь уже мы можем добавлять Нашу курицу Это шипение, творчение Я обожаю Мы готовим примерно на две порции Наше блюдо Убавляю огонь Сейчас я буду присаливать и перчить Здесь нет никаких у нас Каких-то там специй Мы не будем Мы готовим для детей То есть чтобы здесь не было перебора специй Достаточно будет только соли и перца Переворачиваю Переворачиваю Легко Это жарится и шарится Мне понадобятся щипцы Все-таки переверну Здорово Да, это наша магия Магия кулинарии Магия кухни Ух Сейчас он пройдет Многие начинают бояться этого огня Да, с кем Почему это происходит? То есть масло соприкасается с огнем И оно начинает у нас гореть То есть фламбе Такое фламбирование Я сейчас добиваюсь именно вот этого вот колера Вот этого вот цвета Чтобы наши кусочки все обжаривались А потом уже будем добавлять сливки и сыр До золотистого цвета, да? До золотистого цвета, да? До золотистого цвета, да А вашей семье вам лично достались какие-то секреты от мамы, от бабушки? Я часто, да, готовлю по мамин рецептам Например, что такое блюдо? Ну, меня мама учила блинчики готовить Наверное, очень долго И потому что у меня постоянно не получалось Ну, вот, наконец-то я научилась сейчас Не скрою, как повар даже вам скажу Что блины, они вообще нужна определенная стонировка Чтобы научиться жарить, готовить блины И те, что там должно быть Вот консистенция должна быть правильно В основном мы любим мучные продукты Пироги, это вот в основном пирожки различные, торты То есть, в духовке еще, да? Да, желательно в духовке или в мультиварке Здесь у нас уже курица уже, в принципе, она готова Сейчас мы добиваемся вот этого скуса Делаем как бы сразу соус Добавляем сюда наши сливки Не жалеем сливок Они, в любом случае, у нас часть их выпарится И пюре, оно будет у нас замиксовано именно вот этим соусом Все это растекется по тарелке и будет очень вкусно И она здесь вот и нам нарезала сыр Добавляем сыр Сейчас у нас пускай закипит, хорошенько закипят наши сливки Жирность сливок здесь имеет огромное значение в данном случае Да, сколько здесь сливки? 33% Сливки, да? То есть, если вы добавите 20%, у вас получится оно как молочный суп Но еще момент такой секрет Мы будем загущать вот нашим сыром Сыр расслабится и даст тоже вот эту консистенцию густого соуса Добавляем, не жалеем сыр Супер Сыр у нас слегка подсоленый, имеет уже соль И я добавляю небольшое количество соли Небольшое, буквально вот две щепоточки сюда идет И с перцем тоже не буду я переусердствовать Наши овощи уже готовы, морковь готова И я думаю, уже можно время, самое время отправить наше брокколи Засекаем буквально 4 минуты И наше пюре будет готово в первом этапе То есть, первый этап это варка, да, овощей Здесь у нас еще это шкварчит, убавляет она слабо огонь Анна, может быть, у тебя есть какой-то вопрос ко мне? Да, я бы хотела спросить у вас, в зимнее время, как можно, как выбрать качественные на базаре овощи? В зимнее время самое главное, чтобы продукты не были перемороженными, нужно смотреть, чтобы они были свежими, чтобы их правильно хранили И, то есть, допустим, почему я люблю базар, в отличие от супермаркетов, например, на базаре можно понюхать, потрогать, пошевелить, попробовать И поэтому не стесняйся пробовать, допустим, если это те же самые яблоки Если картофель, морковь, допустим, корнеплоды, да, то есть, они должны иметь свой такой характерный аромат и запах все равно должен присутствовать у каждого продукта Если же, там, допустим, они переморожены, да, это тоже ты увидишь подчернение, как-то в крапинке будет, то есть, такого, ну, неестественного цвета И, ходя на рынок, всегда нужно дружить с продавцами этих продуктов И это самый лучший вариант выбрать качественные, хорошие продукты Друзья, мы продолжаем готовить, здесь у нас уже брокколи мы отправили, морковь у нас варилась первой, то есть, мы ее отправили первой в кастрюлю, морковь уже готова Нам остается слить эту воду и, в принципе, я сейчас прибегу к нашему кухонному помощнику, это блендер И будем отправлять все перемалываться в наш блендер И эта вода, вот этот бульон, он может пригодиться в дальнейшем, например, для приготовления какого-то овощного супа, того же самого министрона Замечательный бульон Не торопимся избавляться Из овощей Сейчас я буду доставать наши овощи Здесь маленький тоже секрет Мы вот этот бульон тоже будем добавлять сюда в наше пюре Чтобы была вот эта сочность Набор ингредиентов, который мы сегодня взяли из-за пюре, может варьироваться Здесь может быть и так же все это можно будет использовать и цукини, но ни в коем случае не баклажан Здесь можно добавлять, ну на любителя можно добавить и картофель, любые овощи, все кроме баклажана Баклажан, он будет просто горчить и он нам изменит цвет пюре И то есть это у нас получится уже не пюре, а получится баклажанная икра, если мы добавим сюда баклажан Добавляю эту жидкость И я думаю сюда можно добавить, кроме растительного масла, в данном случае у нас оливковое Я хочу добавить сюда масло сливочное деревенского Золотые горы Анара, вот на свой вкус, возьми тот кусок, отрежь тот кусочек, который вот ты считаешь необходимым Немного? Да, отлично, нормально И еще на маленький, чтобы оно быстро растворилось в пюре Пальцы береги, аккуратно Еще можно, еще можно И еще Я думаю достаточно Достаточно, отправляю И сейчас работа будет делать наш блендер Все у нас перемешивается Сейчас что-то возьмется И готово Наше пюре готово Нам остается червировать блюдо Я думаю мы это сделаем с тобой в кадре Возьмем, например, тарелочку Пюре готово Можно попросить тебе ложечки Большое Пахнет вкусно Вот такое получилось у нас пюре Нежное Соль мы не добавляли Потому что все овощи отваривались Под соленой воде В воде И добавляем нашу курицу Можно еще оботложку И добавляем курицу Такое нежное, домашнее Получилось у нас блюдо с тобой Замечательно выглядит Цвет, да Цвет Детям будет интересно Я думаю Именно тому ребенку Которому Младшему твоему Старшему Двухлетнему Двухлетнему А, да Двухлетнему Я О младшем сейчас говорю Думаю Дети очень любят пюре В любых его видах И небольшое количество соуса Мы сейчас Проверем Пюре само И наше блюдо Готово Пожалуйста, бери ложку Чем удобно Вилкой, ложкой И можешь пробовать И мы ждем твою реакцию На это блюдо Пюре очень необычное И нежное Получилось На здоровье Курица сочная Вкусно очень Я думаю, твоим детям понравится Да Ты уйдешь уже с таким багажом отсюда Вот это пюре Цветное, яркое Очень понравится Твоему младшему сыну Я думаю Конечно, приготовим На здоровье Друзья, ну а впереди у нас еще одно блюдо От Анара От моей замечательной гости И это блюдо будет не менее интересным Чем первое Мелко режем овощи И отправляем их в кипящую воду В следующей очередности Сначала морковь Затем кабачок И почти в финале брокколи Режем филе ломтиками Слегка обжариваем в раскаленном масле Солим и перчим Румяные ломтики Заливаем жирными сливками Добавляем тертый сыр Отваренные морковь, кабачок и брокколи Помещаем в блендер Добавляем немного овощного бульона Оливковое масло И кусочек сливочного Тщательно взбиваем до состояния пюре Подаем с курицей И не забудьте палить гарнир Сливочно-сырным соусом Приятного аппетита! Опять он за свое Вот соберу урожай Будет зима сытая Что, упахался? Мечтатель Заживем мы с тобой, Маня Вот лучше поешь по-настоящему И заработай Натуральное сливочное масло Из сливочек ядреных приготовленное Такое ароматное и вкусное Масло Золотые горы Настоящее, как обещали Друзья, мы снова с вами И сейчас мы будем готовить блюдо от Анна Рана Расскажи, что у нас Салат легкий Он и в приготовлении легкий И для усвоения тоже легкий салат Для этого нам понадобятся Помидоры черри Листья салата Огурцы Семена кунжута И сыр Дополнять чем-то можно будет? Бальзамический уксус Да, это пускайчий соус Здесь варьировать же можно ингредиентами играться Можно, да Можно добавить перепелиные яйца Или куриные Анна Рачка, я готов подчиниться твоей воле И командуй, пожалуйста, мной Так, ну давайте мы порежем огурцы кубиками Мне порезать кубики огурцы? А я в это время порежу черри Черри будем резать На две части Хотел спросить, задать тебе вопрос Какое блюдо мы будем выкладывать? Это должна быть глубокая или тарелка? Или сейчас пока мы по чашкам пока раскидываем? Или как удобнее тебе? Ну давайте в чашку, а потом там перемешаем И выложим в плоскую А, окей, я тогда возьму большую чашку Чашку Огурец я буду резать Кубиком Кубиком Анара, а ты этот рецепт придумала сама? Ну, он легок в приготовлении И продукты, которые вот Ну, в принципе Очень доступны в любое время года Да, доступны, да В холодильнике, мне кажется У всех можно Анара, посмотри, пожалуйста Вот такие пойдем Да, пойдет, пойдет Спасибо Анара, а блюдо какой кухни Ты бы хотела вот научиться готовить? Я вот недавно вернулась с Грузии Мне очень понравилась грузинская кухня Я оттуда набрала очень много специй в домой И вот экспериментирую с грузинской кухней дома Это на самом деле отлично Это Грузия, это вообще Это мое вдохновение Италия, Грузия Это Там столько, столько Вообще в целом регион Кавказа Очень богат различными Старинными рецептами И, конечно же, продуктами Которые Можно найти только там Сыр я нарезаю Кубиками Кубиками Так же, как огурцы То есть на терке его не надо натерать? Не надо Не надо Окей У меня пока Листья салата Ты их рвешь, да? Рву руками Сейчас вот именно блюдо грузинское Ты вот учишься готовить Я недавно приготовила хинкали Приготовила вот с привезенными моими специями харчо дома Харчо, да, я люблю Я могу добавлять сыр сюда? Да, да, можете уже туда Достаточно или вещь порезать? Ну, давайте еще чуть-чуть Вот такой один маленький кусочек и все Хинкали вообще очень интересное блюдо Да Очень Оно, блюдо это со своей историей Я тебе хочу рассказать Хинкали, то есть придумали это блюдо вообще грузинских пастухов То есть мука, вода всегда была под рукой Мясо, конечно, уже паслись у них в стадо В любом случае у них мясо всегда было И почему именно такая форма? Ты не задавала вопросов? Там 33 должно быть, да, отпечатков? Ну, это уже такая легенда добавляется На самом деле хинкали, они в качестве тарелки То есть тогда не было посуды То есть полевые условия И само вот это вот тесто Оно заменяло, получается, и ложку, и вилку То есть они отваривались в воде На огне, на костре И почему вот такая вот форма И вот это вот, сверху вот этот хвостик Который такой плотный, да, естественно Ты помнишь, да, то, что там закручивается И за него ты держишься и пьешь Это жидкость и кушаешь Он в качестве ложки у тебя выступает сам Хинкал Вот поэтому вот такая вот у него предыстория Ну и, конечно, очень много легенд Вот так, как говоришь, 33 отпечатка должно там присутствовать Наверное, может быть, это все есть Но вот изначально это блюдо грузинских кавказских пастухов Мы нарезали все Все, теперь можно будет это соединить Добавляем огурцы Да, добавить Все огурцы добавляем Да, все огурцы Немножко посолим Соль, соль сама Заправляем маслом Возьмите масло Масло нам Я думаю, подойдет шедевр здесь Да, шедевр Отлично Растительное масло Говори, стоп или... Да, все-все-все, достаточно И бальзамический уксус Тоже немножко поливаем То есть можно добавить сюда, я думаю, и горчицу можно добавить, и с медом с дымом Можно, да, можно Потом уже импровизировать И какую-то часть пунжута мы еще оставим, когда будем выкладывать блюдо на тарелку, да? Угу Теперь можно смешать Ложки, пожалуйста, и я тебе принадлежу все это сделать Возьмите Друзья, промесивайте вот салат, когда вот у вас такие салаты Вот очень удобно промесивать вот двумя ложками Не одной, а вот именно вот двумя в две руки И, то есть, будет качественный такой замес Очень... И, то есть, соус пропитает все наши продукты, все ингредиенты В данном случае, я хочу еще раз напомнить, мы здесь что сделали? Мы здесь провалили салата Сыр любой можно, в данном случае здесь у нас сулугуни Анара у нас поклонница грузинской, кавказской кухни И, конечно, мы не могли обойтись без сулугуни Надо еще немного побольше, наверное, добавить Бальзамический уксус, растительное масло, шедевр Соль, перец, я думаю, необязателен, да? Потому что в уксусе уже все это присутствует Да, все, ага, необязательно И выкладываем наше блюдо Выкладываем, да Анара, пожалуйста, вот тебе тарелка Ложки, вот так же двумя ложками мы уже выкладываем Вообще салат нужно выкладывать всегда горочкой, чтобы это было объемно и красиво Мне все выложить, да? Да, можно все выложить Отлично уже идет этот аромат Пошел от бальзамического уксуса Меня уже он вдохновляет И яркий Дай сверху, должны быть яркие цвета Обязательно вот помидоры Чтобы это все было наглядно, видно у нас Это нельзя все это выложить? Можно, 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 можно Достаточно Отлично Ну, импровизация здесь, в принципе, приветствуется Можно помидоры разложить по краю Можно добавить также желтые помидоры Также, я думаю, здесь может еще присутствовать и болгарский перец Но, опять же, это такой маленький секрет От меня, как от повара Никогда не бегите за тем, чтобы добавлять все ингредиенты, которые есть Именно для баланса и разнообразия Достаточно трех-четырех ингредиентов Допустим, сегодня вы добавили черри Завтра вы можете добавить в этот же салат Допустим, в заправку вы можете добавить горчицу и масло, да, перемешать с медом И вместо черри, помидора вы можете добавить туда болгарский перец желтого цвета, например То есть, можно играться, экспериментировать Друзья, вот такой замечательный салат от Анары Название... Легкий На самом деле, название себя очень сильно оправдывает Мы буквально затратили 7-5 минут Да И наше блюдо готово Режем черри пополам, огурцы кубиками Таким же образом измельчаем сыр Рвем листья салата и смешиваем ингредиенты в большой миске Приправляем овощи солью, бальзамическим уксусом, растительным маслом и посыпаем кунжутом Перекладываем в блюдо и подаем к столу Приятного аппетита! Наше блюдо готово Блюдо от Анары Салат легкий, яркий, красочный, сочный И я с удовольствием буду его сейчас кушать, друзья И, конечно же, поделюсь своим мнением и впечатлением Спасибо большое, достаточно Достаточно Спасибо Сейчас я вам вилку дам Давай, я поухаживаю Очень удобно работать Все, тоже достаточно Спасибо Пробуем Вкусно? На самом деле это очень вкусно, сочно, питательно И легко И полезно Салат легкий Оправдывает свое название Друзья, мне остается выразить свое восхищение Анара, я хочу тебя отблагодарить От нашей программы, от нашего генерального друга и партнера Евразийнс Фудс Корпорейшн От таких брендов, как Шедевр, Трижеланье, Золотые горы Пожалуйста, наслаждайся, пользуйся этими замечательными продуктами Держи, это картина твоя Спасибо большое И, друзья, мне не терпится доехать этот салат Правда, я очень восхищен этим замечательным вкусом То есть мы смешали здесь бальзамический уксус Добавили кунжут И все это дает такой отличный букет вкуса Анара, огромное спасибо Друзья, настала пора прощаться С вами была Магия Кухни И я, ее ведущий, Талгат Акбергенов Готовьте с удовольствием ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Кетчуп Трижеланье Сделан самой природой ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова